Сегодня свой профессиональный праздник отмечают военные разведчики. Это одна из самых старых профессий, которая не только не теряет с годами своей актуальности, но и с каждым годом совершенствует свои навыки в работе. О том, как готовит спецназ морской пехоты на Каспийской флотилии, узнавала Луиза Раджабова. Видят цель, не видят преград. Они не оставляют следов. Подводный спецназ, новейший учебно-тренировочный комплекс, здесь готовят боевых пловцов. Это специальные тренажеры, предназначенные для отработки техники дыхания на суше. Данный комплекс позволяет обучить водолазов правильным методом для дальнейшего погружения на разные глубины. На данном здесь мы видим, как водолазы при различной степени нагрузки отрабатывают дыхание с различным сопротивлением воздуха. Помимо выполнения учебных задач для военнослужащих отряда специального назначения существуют тренировки в бассейне. Боевые пловцы уходят на глубину на веревке. Это сигнальный конец для связи с поверхностью. Бассейн приспособлен не только для выполнения стрельб из специального оружия, но и отработки элементов подводного рукопашного боя в условиях, максимально приближенных к боевым. Пуля «Дура» под водой вовсе ведет себя непредсказуемо. Поэтому для стрельбы по противнику морские спецназовцы используют новейшие водолазные комплекты с замкнутой системой дыхания, специальные бронежилеты и оружие для подводной стрельбы. Автомат подводный специальный АПС-55. Дальность стрельбы до 30 метров. Бассейн для подводной стрельбы из специального оружия. На территории имеются полосы препятствий разного типа. Это для тренировок, а также барокамера РБК-1600. Она позволяет погрузиться на глубину до 100 метров. Уникальность этой барокамеры в том, что водолаз, не спускаясь под воду, может отрабатывать спуск в этой барокамере. Барокамера состоит из двух отсеков. То есть, одновременно мы можем спускать в данном комплексе до четырех водолазов, что обуславливает большой охват боевых классов и личного состава группы в целом. Благодаря универсальной подготовке бойцы могут одинаково хорошо действовать как под водой, так и на суше. Надежен, как танк. Никакой электроники. Водитель Гаджи Али признается, никакая легковушка не заменит легендарный Урал. Она проходимая. Садишься после Урала на легковожку, уже по-другому вообще. Чуть слышишь. Руль-то большой, ну, чуть-чуть так, по-другому. Отработка практических навыков идет регулярно. На этот раз, по легенде учений, группой боевиков захвачен автомобиль «Урал». Отработать элементы огневой засады и уничтожение противника – главная задача бойцов. Хочу пожелать всем ветеранам, всем ныне действующим военнослужащим, всем, кто причастен к разведывательным подразделениям. Хочу всех поздравить от всей души с Днем военной разведки. Пожелать всем успеха, счастья и, конечно же, здоровья в нашем легком труду. Луиза Раджабова, Нурмагомед Магомедов. Новости ННТ. Каспийск.